Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня интервью необычное с очень интересным спикером, точнее, это девушка с стримишек Карина. Очень приятно, добрый вечер. Всем привет! Оно не отдирается отсюда! Вы видели? Алло! Все, я убила! Я сделала! Я килл сделала! Карин, первый вопрос. Сразу начнем с места в карьер. Когда состоялось твое знакомство с играми и с чего все началось? Мое знакомство с играми началось с того, что лет 12 я увидела красивые скриншоты из ММО игр и я решила попробовать. Мне очень понравилась ММО Perfect World, потом я про All the Game ММО, а потом я перешла в Dota. То есть все это были бесплатные игры, да? Да, да, да. Ну как бесплатные, там был донат, там был донат. А консоли мимо тебя прошли? Да, я не играла. А какие-нибудь программы про игры ты смотрела, там, может быть, компьютерные или видеоигры? Я смотрела только стримы, нет, программы нет, не смотрела. Так, следующий вопрос. Какие жанры у тебя самые любимые? Какие игры ты больше всего ценишь и любишь вообще в этих жанрах? ММО, Dota, ну не знаю. Только это. То, что я играю на стриме, то мне не нравится как бы. Сингл мне не особо нравится. Ну как, мне кажется, это не для стрима и на один раз поиграть. То есть именно Dota, да? Dota 2? Да, 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 да. Так, а вот скажи, пожалуйста, первый стрим, который ты увидела, что это было? Я даже не помню. Я смотрела стримы по Dota, турниры Dota. Потом я смотрела много стримов. Мне кажется, первый был по Dota, турнир по Dota, да. Ты провела который первый стрим тоже был Dota? Я сначала играла в WoW, потом я поняла, что на моем словом ноутбуке он не потянет, потом я играла в Dota, да. А вот ты помнишь твой самый первый стрим? Какие были сложности в нем? Я вообще не понимала ничего. Я сначала пробовала на OBS постримить, но потом я поняла, что нет, он не тянет. Мой ноутбук не тянет OBS. Потом я скачала XSplit, разобралась. Я очень много читала. У меня ничего не получалось. Не получалось запустить стрим, все лагало. Но с XSplit у меня получилось запустить. Потом у меня очень лагало. Было где-то 10 fps. Там такая лепка была с фронтальной камеры. Ну, такого плохого качества, вот. Ну, как-то так. Вот сейчас у тебя в основном, я понял, что все твое время занимают стримы. А есть ли время что-то еще? Не знаю, я гуляю, фоткаюсь, записываю блоги, там, не знаю. Ну, все. Ну, я пытаюсь совмещать отдых с работой. Также я видел ролик, в котором ты рассказываешь про то, что у тебя заванили канал. Просто за что? Я не понимаю! Я не понимаю! Я просто не понимаю! Я просто в истерике! Меня трясет! Господи, я не понимаю, за что заванили мой канал! Можешь сказать историю поподробнее, что случилось там? Что произошло? Я пришла домой. Везде меня не было дома. Я вообще не знала, у меня не было интернета. Я вхожу домой. Первое, что я вижу сообщение о тебе, что заванили. Я иду смотреть, у меня правда заванили. Я просто в шоке была. Да, меня реально забанит. Я иду смотреть почту. На почте ничего, то есть мне никто ничего не пишет. Я не знаю почему, не знаю насколько, не знаю вообще, что случилось, за что. И просто у меня столько эмоций. Я решила это записать, поделиться со всеми. Потому что я как бы не знала, за что, почему, насколько. Вот я просто в шоке была. А когда эмоции прошли, что ты стала делать потом? Я написала, спросила за что. Потом мне отправил твич письмо, я поняла. Ну и больше не буду этого допускать. Че б***ь? 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 Так, Марвел или DC? Блин, наверное Марвел. Марвел. Так, ну и ПК или консоль? Я так понимаю, что ответ очевиден ПК. Да, да, да. Так, прекрасно. Идем дальше. Были такие случаи, что приходилось ли тебе драться? Если были, то какие были обстоятельства? Ну, в школе, когда маленького с мальчиками дралась. Ну и кто побеждал? Я, конечно. Вот вопрос от наших читателей. Видела ли ты клип Энджойкина «Ламповый няш»? Очень классный, мне очень понравился. Много слышала этот трек, мне очень понравился. Ты напеваешь эту мелодию? Да, да, конечно. Но сейчас мне уже не могу ее. Надоело. Понятно. Ну, в принципе, тебе нравится, когда у тебя делают какие-то, может быть, гифки или какие-нибудь песни, да? Да, да, да. Вопрос по поводу других стримеров. Ты с кем-нибудь общалась из них? Вообще, что думаешь? Ну, меня звали на стримы, да. С некоторыми общалась, но большинство стримеров ко мне плохо относятся, так что... Ну, я просто видела то, что как бы, как они обо мне разговаривают, там, типа, собирали донат на то, чтобы разбить мне лицо. Спасибо за подписку. Я же тебя учил, как надо. Извини. Сердечко показалось. Спасибо всем за теплые комментарии. Приходи, подписывайтесь на мою группу и на инстаграм подписывайтесь. А может они просто тебе завидуют? Может быть, да, скорее всего. Раз уж пошла речь о донате, какой самый большой был донат одновременно у тебя? 3500 евро. Ну, не раз это была серия донатов. А за раз, не знаю, и по 50, ну, я не помню. Очень бурные эмоции во время твоих стримов. И наверняка бывают ситуации, когда у тебя после эфиров попадает голос. Как ты восстанавливаешь его? Нет. Нет? Нет, такого не было, такого не было. То есть выдерживаешь прямо вот сколько, несколько часов, да? Ну, да, как бы, я в реальной жизни точно так же кричала и все нормально. Надо сказать, что мы сейчас пишем еще как раз после твоего стрима и, собственно, наши зрители могут видеть, что ты бодра, весела. Как ты считаешь, в чем успех твоих трансляций? Я делаю то, что я хочу и то, что мне было бы интересно самой смотреть. Думаю так. А можешь назвать свои сильные стороны? Могу посмеяться над собой. Я не скованная, как остальные стримеры, что не знаю. Делаю, что хочу. Ну, наверное, я не знаю свои сильные. Это, наверное, моим зрителям судить. Ты смотришь, так, с точки зрения сравнения, зарубежную, там, девушек-стримеров смотришь? Да, я видела зарубежных. Ну, не то, чтобы смотрю, видела пару раз. Бывали ли случаи, когда на эфирах поклонники предлагали тебе руку и сердце, звали в какое-нибудь путешествие романтическое на край света или обещали звезды с неба? Предлагали встретиться, но нет, я ни с кем не встречаюсь, на это отказываю. Нет, мне такого не надо. Так, а куда-нибудь звали, там, в какие-нибудь романтические поездки? Ну, да. Наверное, было такого. Нет, я отказываюсь. Насколько нам известно, живешь в Италии. Как тебе эта страна вообще? Знаешь ли ты язык и общаешься с местными? Да, я знаю язык, но я еще сижу дома и поэтому, нет, не общаюсь. Как страна, ну, нормально, хорошо, тепло. Ну, то, чтобы общаться, нет. У меня нет друзей итальянцев, нет. Ну, а ты не знаешь, смотрят ли тебя иностранцы, итальянцы, например? Да, да, знают, смотрят. Итальянцы тоже знают. И пишут комментарии, да, на языке? Да, да, да. Да, мне писали итальянцы. И что пишут? Ну, ничего, они не понимают, считают, что это странно. Ну, вообще, в Италии, как бы, не знаю, что такое стримеры, что вообще такое есть. Даже ютуб, даже нет ютуберов-итальянцев. Тут вообще интернет не развит, как бы, все гуляют. Как на твои стримы реагируют родители? Родители нормально, моя мама иногда смотрит. Смотрит, переживает за тебя, нет? Да, иногда звонит, говорит, что не так, типа, помогала мне на готовке. А не было случаев, что она сказала, Карина, прекратите немедленно, что ты делаешь? После стрима было, но не на стриме. Понятно. А вопрос по поводу названия твоего канала. Он называется Шкура Гейминг, почему так? Шкура – это, типа, тёлка, девушка. Я считаю, что в Шкуре нет ничего оскорбительного, поэтому я себя так назвала. Девушка, девушка и гейминг. А как вышла идея вот названия? Я не знаю, по-моему, кто-то в чат это втянул или я не придумала. Я уже не помню, это давно было. Ты, насколько известно, училась на дизайнера? Да. Сейчас ты занимаешься дизайном. И, вообще, у тебя какой опыт в этом дизайне? Что-нибудь создавала? Да, я шила, я шила юбки, кофты. Ну, как бы, это был не мой выбор. Мне это самой не интересно. Ну, не интересно. Меня мама отправила туда учиться. Поэтому, нет, я этим не занимаюсь больше. А есть ли где-то, или можешь как-то купить то, что ты вот создавала? Конечно, у меня это лежит дома. То есть, ну, ты не выставляешь это на продажу, там, на трансляциях, да? Нет, ну, как бы, я шила все в одном экземпляре, потом это еще и сдавала. То, что у меня осталось, у меня там есть. Но я никуда это не выставляла, нет. Может быть, стоит, там, задуматься. Создали линию одежды? Да. Периодически ты показываешь в стримах часть своей жизни, там, как ты готовишь, обедаешь, делаешь зарядку. Сложно ли раскрываться таким образом перед зрителем? Или, наоборот, приятно? Наоборот, мне это интересно. Не вижу ничего там такого. Это прикольно, интересно. Почему я должна выключать стримы и идти пушать? Я могу на стримы поесть. У меня там, б**ть, что-то за... У меня, походу, сейчас шмель залетит, б**ть. Сейчас шмель в окно залетит, сука, закрывать быстрее. Шмель в окно залетит, б**ть. Помнишь ли ты какие-нибудь полезные советы, которые давали тебе твои зарядки? Нет, ясно. Ну, нет, скорее всего, нет. Нет. Ну, по игре, может быть, да, но по стримам нет. Я сама все решаю. Когда ты поняла, что к тебе пришла популярность, был какой-то момент определенный? Это было еще в декабре, наверное. Когда меня вдруг начало много смотреть, я просыпаюсь, мне там пишут вконтакте, типа, ты шкура, все такое. Короче, я включаю стрим, меня почему-то много смотрят. Ну, как бы я себя веду как обычно, но в какой-то момент меня начало просто больше людей смотреть. Сейчас очень много я замечал информации о тебе в СМИ. Как тебе дается общение с журналистами? Как ты реагируешь на вопросы превокационные, если они тебя задают? Не знаю, как-то сковано, скорее. Ну, стесняюсь, стесняюсь, скорее, журналистами. А какой самый вот вопрос неудобный, на который тебе бы вообще не хотелось бы отвечать? В основном, типа, сколько ты зарабатываешь, сколько за стрима, сколько... Ну, это какие-то такие вопросы. Ну, какие-то тоже завичники. Ты, боже, мне до сих пор не расписалась. Вчера прочитала или я с***. 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 У тебя, насколько мне известно, очень много фейков в интернете, в соцсетях. Как понять, где настоящий аккаунт твой и где поддельный? У меня всего один аккаунт. Люди просто не могут посмотреть, что у меня много подписчиков. Я не знаю, почему кто-то ведется на фейков. У меня всего один аккаунт. Вконтакте и на Твиче, и все. Мне люди пишут, что фейк пообещал сигну, фейк кто-то, кто-то, а я должна им делать. Не знаю. Косвенно ты упомянул про сигну. Расскажи, что это такое? Когда это началось? Когда захотели люди, чтобы я делала сигну, я начала просто заигрывать и все. То есть это было пожелание по их зрителям, да? Да, да, да. Когда ты выиграешь у парней в шутер или в мобу, как они реагируют на это? Ну, блин, нормально. Какая разница? А ты как реагируешь? Обычно, я же в основном с парнями играю. А когда прогируешь, расстраиваешься? Да, конечно. Почему меня все за*****ло, б**ть? Пошли вы на*****, сука! Идите, сука, на***** за твоей игрой, б**ть! Ну, то есть, все-таки победа важна? Да. Ты увлекаешься ли сама фотографией? Тебе это интересно? Да, конечно. Мне очень интересно фотографировать себя, природу, все что угодно. Какие-нибудь выставки, фотоработы у тебя есть? В инстаграме. Все там, да? Все доступно. Может быть, ты скажешь конкретно кого-то, кого ты смотришь? Или каких-нибудь ютуберов, или вообще шоу в интернете? Что ты смотришь? Я смотрю всякие скандальные передачи на ютубе, типа, по-первыхому. Пусть говорят. Ну, что-нибудь такое, что скандальное, с экшеном, что-нибудь интересно смотреть. Все, больше ничего ни ютуберов, ни стримеров нет. Ребята, не идет с ушками или лучше без, смотрите? Ням! Я ламповая няша! Аниме Каваи Симпай! 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 Что бы ты сказала своим хейтерам? Что-то нецензурное, да? Да, да. Понятно. А фанатам? Фанатам, люблю вас и всех. Недавно мы опубликовали твое текстовое интервью на нашем сайте. Там просто был ураган комментариев. Ты вообще читаешь комментарии, которые тебе пишут? Там одинаковое. Кто-то, кто кому заплатил. Карина заплатила, мне заплатили. Я не понимаю, почему обязательно платить? У меня такое ощущение, что большинство вопросов именно про деньги. Тебе задают, почему я не испытываюсь. Какой-то вот интерес. А как ты реагируешь на критику, которую тебе пишут? Критику? Сука! Сука! Нет нормальной критики. В основном оно и то же пишут, что я актриса, что такое. Ну, нет нормальной критики. Если нормальной, то я реагирую как... Мне не обидно, я это нормально воспринимаю. А какое кино ты смотришь? В какое-нибудь последнее время смотрела что-нибудь на киноэкране? Кино я не хожу, нет, не смотрю. Ну, сериал последний, ну, последний сериал я смотрела. Это был Breaking Bad. Твой стрим идет несколько часов. В чем секрет твоей бодрости на экране? Как удается быть в тонусе? Я всегда такая сама по себе. Ну, когда я себя плохо чувствую и неохота говорить, там, я просто не стримлю. Что же, у меня на самом деле больше вопросов нет. Большое спасибо за твои ответы. За то, что после такого стрима еще смогла с нами побеседовать. Можешь ли ты сделать для наших зрителей сердечко и что мне пожелать? Всем... Всем пись. Ня-ня-ня. Спасибо большое, Калина. Успехов тебе и твоему каналу развития. До свидания. До свидания. Tchau. Успехов limits. Как присоединяйтесь все на genau BeyUI Prophet вebeле, чтобы тебе мешать от이왕 в смысле света? У羽生 happen какие отец. Бывает концертное ощущение мой актуальности browse, Продолжение следует...